Это наши любимые песни. И зачем я пошел в горный институт? Был бы я сейчас артистом. Тогда никакой ответственности глотал бы сырые яйца для чистой голоса. Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьинною, с тихим утром, с майским садом, с гибкою рябиною. С вишнею, черемухой, даль мою туманную, Самую далекую, самую желанную. Как это все случилось? Три года ты мне снилась, А встретилась вчера И сердцу вдруг открылось, Что мне любить пора. Три года ты мне снилась, Мне тебя сравнить бы надо с первою красавицей, Что своим веселым взглядом к сердцу прикасается, Что походкой легкой подошла нежданная, Самая далекая, самая желанная. Как это все случилось? В какие вечера? Три года ты мне снилась, А встретилась вчера. Три года ты мне снилась, Не знаю, больше знаю, Мечту свою храню. Три года ты мне снилась, Ни с кем я не сравню, Ни с кем я не сравню, Ни с кем я не сравню. В 1946 году режиссер Леонид Луков взялся за съемки второй серии фильма «Большая жизнь». Первая серия картины о шахтерах Донбасса вышла еще до войны и имела большой успех, Став лидером проката 1940 года и принеся режиссеру сталинскую премию. А вот вторую серию постигла совсем иная участь. Начиналось все очень хорошо. В главных ролях Борис Андреев, Петр Олейников, Марк Бернес, Композитор, как и в первой части, Никита Богословский, Широко известный и всеми почитаемый за песни «Темная ночь», «Любимый город», «Спят курганы темные» и многие другие. А вот среди поэтов, работающих над песнями к фильму, в отличие от первой части, появилось еще одно имя – Алексей Фатьянов. Михаил, песня была изначально написана для фильма «Большая жизнь». Вообще этот фильм такой производственной тематики. Вот интересны ли вам такие фильмы вашему поколению и этот конкретный фильм вы смотрели или просто песню вы знаете ее и вам захотелось ее исполнить? Нет, конечно, я смотрел. Я вообще даже своих студентов заставляю максимально досконально знакомиться с произведениями, к которым они прикасаются. Я вообще с большим уважением отношусь к отечественному кинематографу. Если отбросить агитационную пропаганду советскую, то остается исключительно высочайшее просто искусство, высочайшая культура, какие мастера, абсолютно не бывает случайных каких-то персонажей в этих фильмах. В том числе это касается и композиторов, естественно. Ведь фильмы, даже если они забываются, песни из них все равно остаются в народе. Вообще просто приятно понаблюдать за тем, как развивался наш кинематограф, из чего выросли такие мастодонты, как Тарковский и Рязанов. Литературоведы писали о том, что с песни «Три года ты мне снилась» начался новый послевоенный Фатьянов. Во время войны он написал «Соловье, соловье, не тревожьте солдат». А теперь 27-летний поэт говорил о любви. И «Три года для фронтовика» Фатьянова имели особый смысл. Это были три года, в которых каждый день мог стать последним. Песня получилась пронзительная. И авторы показали ее Марку Бернесу, которому предстояло спеть ее в фильме. Эффект был неожиданным. Марку Наумовичу песня решительно не понравилась. И он тут же категорично отказался ее петь. Режиссеру Леониду Лукову пришлось проявить твердость. Нехотя, Бернес ушел из студии, прихватив с собой ноты и стихи. Как вспоминал потом Никита Богословский, утром Бернес явился на студию тихий и ласковый. Поскольку за ночь он впелся в музыку, сжился со словами, песня уже не казалась ему чужой, она ему уже нравилась. Он легко ее напевал. Запись прошла успешно. А Бернес настолько полюбил песню, которую изначально отверг, что пел ее всю жизнь. А в 1969 году, незадолго до смерти, Марк Наумович сам выбрал песни, которые должны были звучать на церемонии прощания с ним. «И три года ты мне снилась» стало одной из четырех избранных. Первоначально эту песню Марк Бернес не полюбил. А вот скажите, как вы думаете, а чем она могла не понравиться Бернесу? Я думаю, что он схитрил. Будем честны, Марк Бернес – это артист высочайшего уровня, но ведь он не был профессиональным музыкантом. И я думаю, что столкнувшись с этой сложной альтерацией, которую задумал Никита Богословский, он просто испугался, что он не во все нотки сможет попасть. И поэтому схитрил и решил сказать, что ему вещь не понравилась. Ну, а не нравится там, собственно, нечему абсолютно. И когда он все-таки под давлением композитора исполнил ее, он уже с ней больше не разлучался. Вы, как мне кажется, точно уловили, по крайней мере, я также подумал, потому что песня непростая, и когда Марк Наумович понял, что она у него получилась, он тут же сказал, ну да, 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 конечно, теперь это моя любимая песня. 4 сентября 1946 года вышло постановление партийных органов о кинофильме «Большая жизнь». Картина была разгромлена. В целом обвинение звучало так – фильм порочен в идейно-политическом и крайне слаб в художественном отношении. Отдельно критиковались песни. В частности, говорилось, для связи отдельных эпизодов в фильме служат многократные выпивки, пошлые романсы, обведенные в фильм песни проникнуты кабацкой меланхолией и чужды советским людям. Откуда такие нападки? Очевидцы утверждали, что во время просмотра Сталин вышел из зала как раз на песне. Без объяснений. Но функционеры тут же восприняли это как сигнал. Фильм, естественно, к показу запретили. Бернес и Фатьянов были в приятельских отношениях, и Марк Наумович потом, полушутя, говорил поэту. «Ты что написал такие слова? Ты что в мои уста вложил кабацкую меланхолию? Ты что наделал, брат?» Но это была грустная шутка. А эту песню кроме Бернеса исполняли еще и другие исполнители. Скажите, в чьем исполнении вам она больше всего по душе? Я думаю, что все-таки Бернес. Потому что, безусловно, и Магомаев, и Хворостовский они очень по-своему все это сделали, очень достойно. Но так проникновенно, мне кажется, получилось именно у Марка Бернеса все-таки. Как-то он умел найти эту нотку искренности в самом себе и вызвать ответную реакцию, ответный резонанс в слушателе. Не знаю, как ему это удавалось, большая загадка, но вот как-то чем-то он брал все-таки. Через 12 лет после запрета в 1958 году многострадальная вторая серия фильма «Большая жизнь» все же вышла на экраны. Но славы она не сыскала. Еще через 5 лет режиссер перемонтировал фильм. После этого от песен в исполнении Бернеса осталось по одному куплету. И напрасно. Ведь фильм практически забыт. А песня «Три года ты мне снилась» обрела долгую и славную жизнь. Ее исполняли с эстрады и Муслим Магомаев, и Дмитрий Хворостовский, и Иосиф Кобзон, и Людмила Гурченко. Не знаю больше сна я, мечту свою храню. Тебя, моя родная, Ни с кем я не сравню. Хочу сказать спасибо всем, кто присылает письма на нашу почту. Всем, кто рассказывает о том, какие песни хочет услышать. Всем, кто делится своим творчеством. Если вы любите песни прошлых лет, если исполняете их, даете им второе дыхание, присылайте ваше видео. Возможно, вы будете следующими в нашей студии. И вас услышат. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok